Данный видеоматериал подготовлен по просьбам молодого поколения моей аудитории и сегодня мы с вами изготовим самый настоящий режущий лазер. А для сборки нашего лазера нам понадобится несколько простых вещей. Во-первых, это DVD-привод от компа, обычный магазинный красный лазер, можно любого цвета, мы его, думаю, будем использовать в качестве корпуса. И там же есть оптика. И еще я прикупил вот такой светодиодный фонарик, полностью алюминиевый корпус. Думаю, что приспособить можно оптику в этом корпусе. Так что вот пока что эти два компонента нужно отложить в сторону и давайте займемся разбором нашего привода. И он выглядит вот примерно таким образом. Да ладно, и вы поверили, это всего лишь обычный CD-ROM. И вот тут возникают вопросы. Люди делают лазер на основе вот такого привода, у них ничего, нифига не работает. Так и должно быть, поскольку сам привод нужен не просто читающий, а именно пишущий. Поэтому я прикупил вот такой привод. Это DVD или CD-RV, подойдет любой из указанных. Смотрите вот на обозначение. Слева тут у нас есть RW, а в случае этого просто обычный DVD-ROM. Так что нам нужен именно DVD или CD-пишущий дисковод, или RV. Самым первым делом нам нужно разобрать данный привод. Для этого нам понадобится самое обычное. Так что нам нужно разобрать данный привод. 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 А непосредственно под корпусом у нас находятся довольно-таки характерные органы управления. Это пара двигателей, плата и сама головка. Нам нужно изъять отсюда только вот эту передвижную часть, на которой непосредственно расположена лазерная головка. Вот и в частности наша плата с лазерной головкой, с оптикой и небольшой платой, плюс пластиковый небольшой такой корпус. Нам сейчас нужно освободить плату от корпуса, то есть открутить некоторые винтики, которые имеются тут, и снять также оптику. Кстати, тут есть довольно-таки хорошая оптика, так что ее тоже можно использовать в нашей конструкции. Продолжая разламывать эту головку, мы должны убрать плату непосредственно с разъемом для шлейфа, дальше оптику, которая стоит поверх основного пластика, дальше тут по бокам расположен сам лазер, вот он. И вот такой небольшой чип, на который попадает луч лазера, потом идет непосредственно на процессор и расшифровывается таким образом. Это вот микросхема нам тоже не нужна, и тут самое главное, вот и наш лазер. Он укреплен небольшим в некоторых местах клеевым материалом, этот клей убираем и без проблем снимаем головку. Клей оказался довольно упорным, и пришлось откусывать пластик по частям, чтобы раздобыть наш лазерный диод. А выглядит он вот таким образом. В небольшом корпусе все, что вы видите, это просто алюминиевый радиатор, поскольку в ходе работы такой диод будет нагреваться. У него три основных вывода. Очень советую замкнуть эти выводы с помощью медной проволоки оголенной, поскольку лазерные диоды, в общем-то, довольно сильно боятся статического электричества, которое может образоваться во время пайки и во время демонтажа. На плате небольшая плата у нас сзади. Выводы запаяны непосредственно на эту плату. И мы видим тут, в принципе, эту плату можно не выпаивать, поскольку тут у нас уже идут из платы выходят три указанных вывода. Сейчас давайте разберемся с цоколем, то есть с расположением выводов. И в конце концов найдем схему, по которой будем собирать стабилизатор тока, поскольку лазерный диод идентичен с конструкцией светодиода и питается в большей степени от тока. Поэтому именно ток нужно стабилизировать, прежде чем подавать на непосредственно диод. Из аккумуляторов напрямую питать крайне-крайне-крайне не советую. Просто сгорит лазерный диод. После того, как мы изъяли сам лазерный диод, нам нужно искать расположение выводов, то есть найти нужные выводы, которые нам нужно задействовать. Как ранее заметил, у лазерного диода у любого есть три основных вывода, из которых нам нужно задействовать только два. Третий вывод на корпусе свободный. Чтобы не копаться в даташитах, не искать справочник на ваш диод, я предлагаю довольно простой метод проверки, для которого нам понадобится самый простой цифровой мультиметр с режимом прозвонки диодов. В моем случае прозвонка также сопровождается свето-звуковой индикацией. Небольшой резистор. Мощность в принципе не важна. От 0,120 Вт можно использовать. 1 Вт не принципиально в общем. Номинал этого резистора, иными словами сопротивление, составляет от 10 Ом до 100 Ом. То есть можно выбрать в этом пределе. Можно и обойтись без него, но крайне не советую. Он в качестве дополнительной страховки. В моем случае номинал этого резистора составляет 47 Ом. Мощность 0,25 Вт. Любой лазерный диод, то есть минусом любого лазерного диода является корпус. Он же алюминиевый теплоотвод. Минусовой шуб мультиметра стыкуем непосредственно с алюминиевым теплоотводом. Плюсовой шуб через наш ограничительный резистор. Подключаем последовательно. То есть по очередной, простите, к всем выводам. И мы должны увидеть своеобразное красное свечение. Очень не советую направлять вот именно диод на глаз, на глазное яблоко. Так со стороны можно, в принципе, прекрасно увидеть свечение. Сейчас, думаю, будет видно. То есть мы делаем простую проверку. В случае светодиодов тоже можно так поступить. Довольно-таки непростая операция. Хотя можно, в принципе, вот видим свечение. Думаю, всем прекрасно видно. Так, мы одновременно нашли выводы, которые нам нужны. То есть плюс, земля. И поняли, что наш лазерный диод полностью в рабочем состоянии. Сейчас нам нужно запаять два провода непосредственно к выводам. И я очень советую во время пайки использовать оголенный медный провод, о котором ранее заметил. У меня он был рядом, вот нашел. Так, простым вот таким образом. Вот наблюдаем между платой и радиатором небольшую щель, в которую можно без проблем засунуть многожильный оголенный провод. Именно советую многожильный. Дальше вот таким образом. Так, сейчас поудобнее сделаем. Так, дальше согнуть. Вот таким образом у нас получается надежное короткое замыкание между всеми выводами. Делается это для избежания воздействия статического электричества на сам лазерный диод. И уже смело можно запаивать провода, которые нам нужны. Я в моем экземпляре использовал провода в шелковой изоляции типа МГТФ 0.35 мм, если память не изменять. Ну, дальше уже нужно заняться сборкой стабилизатора тока. Вообще есть несколько разных вариантов. Во-первых, это импульсный стабилизатор тока. Во-вторых, это линейный стабилизатор. И, в-третьих, конечно же, обычный ограничительный резистор. Резистор я крайне не советую использовать, поскольку резистор не является толковым ограничителем тока. Хотя и ограничивает. Но выходной ток после резистора будет зависеть от количества зарядов аккумуляторной батареи, грубо говоря. Чем больше заряжена аккумуляторная батарея, тем больше выходной ток отдает. То есть, конкретно не стабилизирует. Взамен использование стабилизаторов напряжения, простите, стабилизаторов тока конкретно, дает нам возможность именно все время держать ток на выходе стабильным. Для запитки лазерного диода. Это, думаю, оптимальный вариант. Можно и воспользоваться аналоговыми схемами и импульсными схемами. Я в большей степени, чтобы не усложнять конструкцию, советую использовать микросхему LM317, которая может работать как стабилизатор напряжения, так и стабилизатор тока. При том, для того, чтобы реализовать стабилизатор тока, нам понадобится всего одна микросхема LM317 и всего лишь один ограничительный резистор, от номинала которого будет зависеть выходной ток. С расположением выводов нашего лазерного диода, думаю, разобрались. Теперь давайте поговорим про конструкцию стабилизатора тока. Стабилизатор тока у нас, как уже ранее заметил, выполнен на микросхеме LM317, которая выпускается в стандартном корпусе TO220, имеет три основных вывода. Принципиальная схема состоит всего лишь из одной микросхемы и ограничительного резистора, из номинала которого зависит выходной ток. Рассмотрим схему. Самый крайний левый вывод у нас идет непосредственно на выход. Средний вывод через ограничительный резистор тоже подключается на выход. И правый вывод, тоже последний, идет на вход. То есть управление у нас идет через плюс. Минус у нас от источника питания непосредственно подается на сам лазерный диод. Плюс через систему ограничения тока. Номинал оптимальный диапазон входных напряжений. Я бы посоветовал использовать три пальчиковые аккумуляторы с напряжением 1,2 вольт, последовательно соединенных, либо литиевый аккумулятор. Важно иметь рабочее напряжение в пределах от 3,2 вольт до 3,7 вольт. На микросхеме будет рассеиваться примерно 0,5 ватт мощности. Это довольно-таки мало для этой микросхемы. Поэтому устанавливать микросхему на дополнительный теплоотвод просто нет смысла. Номинал этого резистора я очень советую взять 0,5 ватт. Имеется программа, которая позволяет рассчитать именно такую схему. Микросхему в режиме стабилизатора тока. Какая программа вывела номинал резистора от 6,2 Ом до 6,8 Ом. С чем это связано? Во-первых, с типом вашего диода. В моем случае скорость чтения X16, если не ошибаюсь. То есть на данный лазерный диод не советуется подавать ток выше 250 мА. В оптимальном варианте 220-230 мА. Как раз подбором этого резистора я добился выходного тока в пределах указанного. Очень также советую, если имеется возможность, лазерный диод устанавливать на дополнительный теплоотвод. Мощность такого диода составляет 260-250-260, либо 270 мВт. Следовательно, тоже будет нагреваться довольно достойным образом. Поэтому оптимальный вариант использовать алюминиевый корпус, чтобы нагрев передавался именно непосредственно корпусу. Итак, прошло несколько дней. После того, как я начал проект, просто не было времени завершить. Что из этого, за это время мне стало ясно. Во-первых, головки лазерные бывают самые разные. То есть в разных дисководах применяются разные мощности головки. Вот, например, подарили добрые люди мне некоторые дисководы. Купил также несколько штук. И в итоге там разные лазеры. Вот видите, вот этот самый крайний, как бы, да, верхний. Он самый лучший из всех. Вот стандартные вот такие есть почти во всех дисководах. Кстати, они все без теплоотводов. Я их убрал. Так, вот эти применялись в старых дисководах, старого образца. И очень-очень хорошие, обладают внушительной мощностью. Они стоят на прямоугольных радиаторах. То есть берите, если есть возможность, именно такие. Поскольку мощность в натуре довольно высокая. Не зря вот я прикупил лазер из магазина обычную красную каску. Потребовалось вот это основание. Плату с лазером и с кнопками я убрал. Тут удобно то, что вот именно оптика на резьбе, как бы, и можно сфокусироваться. То есть сконцентрировать пучок в одну единую точку. Добиваясь наибольшей эффективности. То есть я саму лазерную головку с теплоотводом я стыковал с основанием с помощью обычного термоклея. Нагрев на нем есть, но я думаю, что он не будет очень ужасным. Если термоклей не выдержит во время опытов, думаю, что поставлю на какой-нибудь другой клей. Может холодную сварку или суперклей и так далее. Так, еще раз убедительная просьба, именно чтобы потом не обвинять меня. Ни в коем случае, вот просто не пытайтесь вынимать, как бы, лазер. То есть к нему что-то припаять без дополнительных мер предосторожности. То есть об этом ранее я заявил. Нужно замкнуть все выводы с помощью оголенной проволоки, чтобы не спалить головку. Головка очень и очень чувствительна. В первую очередь к статике, во вторую очередь к нагреву и, конечно же, к току и к напряжению. То есть все опыты именно делаете стабилизированным током и на напряжение от 2,7 до 3,5 вольт. Вообще подавал до 4 вольт. Многие головки и не выдержали эти нагрузки. В качестве корпуса я буду использовать баллончик от припоя, пластиковый корпус. И для батареек я прикупил такие отсеки. Вот довольно удобно помещаются три батарейки стандарта 3А. То есть рабочее напряжение в район 3,6 вольт. В качестве выключателя очень советую использовать кнопочку без фиксации. Но у меня, увы, не нашел такие кнопочки. Видимо, где-то валяются, но лень просто искать. То же самое сбегать в магазин тоже не хочу. И вот буду использовать фиксированный выключатель на одно положение. Ну, в принципе, включен, выключен. Так, советую опять же использовать кнопочки без фиксации. Давайте соберем корпус и в конце концов протестируем наш лазер. Друзья, ну что сказать. В принципе, закончил. Соглашусь, корпус не очень красивый. Да, и вообще, в принципе, некрасивый. Но поскольку устройство для демонстрационных целей, прошу камням не кидаться. И такой корпус вполне сойдет. Ну, как и сказал, внутри батарейки выключатель, стабилизатор тока и сама головка с оптикой. Мне в самую-самую последнюю очередь удалось откопать, точнее взять у доброго человека старый дисковод. И именно головочка очень мощная была там и заменил на нее. Так, в итоге 300 милливатт где-то, то ли толковых параметров я так и не нашел на этот дисковод. Ну, выше 300 милливатт мощность этого лазера. Благодаря этому наш лазер поджигает не только как бы вот изоленту, но и темную ткань, пластик и даже дерево. Ну, желательно вот именно темного оттенка как бы. Сейчас я включил, луч, кстати, можно сфокусировать, как ранее заметил. Ну, для ваших глаз это не очень будет видно, но уверяю, что точка не такая уж и большая получается. Так, просто лазер очень яркий, и поэтому так вот получается. Давайте попробуем. Вот видите, я на секундочку только подключал, а тут уже дым идет, и довольно серьезный дым. Блин, очень-очень серьезный дым. Не знаю, будет нормально видно или нет, но в общем, благодаря вот именно мощной головке мне без проблем можно резать. Эту херню. То есть черную изоленту, видите, да? Насколько это красиво как бы получается, и насколько вот удобно сфокусироваться, блин, крайне удобно, чтобы вам детально показать. Так, это у нас была изолента. Давайте попробуем, ну, нет, тут блестящая поверхность, думаю, нам не удастся как бы продая весь тут отверстие. Это, кстати, от инвертора, я про него тоже делал видеоролик. Посмотрим, посмотрим, справится ли наш лазер. Ну, остается, остаются какие-то тут, видите, следы, вот, ну, а дырявить, увы, думаю, не удастся. Ну, следы, видите, что остаются. Вот такой пластик. Не знаю даже от чего. Это уже что-то посерьезнее, да, не просто изолента. Тоже дамок пошел за секунды. Так, ладно. Думаю, все и так понятно. Чтобы вам показать еще насчет ткани. Ткань, вот, в принципе, прожигается быстрее, чем на этом, вот, именно, древесине не удается прожигать что-то. Ну, ткань, как уже сказал, темного оттенка прожигается даже легче, чем вот этот скотч. Ну, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики и так далее, и так далее. Опять же, насчет спичек я попробовал еще. У меня спички то ли что-то не те, либо вот именно лазер слишком слабоват, но люди вот говорят, что поджигают и так далее. Ну, собственно, если имеется мощная головка или, скажем, сухие спички с темными головками, как бы, да, то без проблем, думаю, можно будет и спички именно вот с таким, с такой головкой. Но, опять же, напоследок, совет соблюдать все меры по безопасности, то есть не направлять эту штуковину на глаза, то есть непосредственно глазные яблоко. Дальше, во время работы, эксплуатации в целом, то есть во время сборки, монтажа, замыкать обязательно выводы лазерной головки, поскольку боится статики, не нагревать лазерную головку слишком сильно, не вынимать из родного радиатора, это быстро убьет головку. Ну и, собственно, все. Соберите, радуйтесь на здоровье, друзья, и не забывайте, конечно же, подписаться на канал, насчет вот именно тест-драйвов, самых разных. Если будут желающие, то оставляйте отзывы, я соберу некоторые материалы, которые мы попытаемся прожечь, как бы с помощью данного агрегата. А на этом все. С вами, как всегда, был АК Касьян. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok